До 7 выездов в день в среднем совершают сотрудники службы по отлову безнадзорных животных. Чаще всего нерадивые хозяева собак забирают своих питомцев в течение двух дней, но есть и те, кто оставляет их здесь до конца жизни. Таких животных в пункте временного содержания на сегодняшний день более 60. Места здесь всем отловленным четвероногим катастрофически не хватает. Александра Литкова продолжит тему. Этот беспородный здоровяк еще недавно даже подумать не мог, что когда-нибудь его свобода будет ограничена цепью и клеткой. Дворнягу привезли в приют из Красного. Туда сотрудники службы по отлову безнадзорных животных за прошедший год ездили 12 раз. Эти снимки были сделаны в Красном в прошедшие выходные. И такая картина наблюдается здесь регулярно. В основном все животные в поселке хозяйские, находящиеся на самовыгуле. Как и в каждом втором населенном пункте. Нарьенмар не исключение. Нередко встречи с собаками приводят к печальным последствиям. Дочь Арины Кожевиной возвращалась из школы и чудом избежала укусов. В районе магазина «Кристалл» в ее ногу цепилась собака, стянула с нее сапог. Ребенок испугался, побежал домой уже без сапога в одном носке. И так до дома достаточно у нас далеко, примерно где-то 7 кварталов прибежала. К сожалению, у нее с собой телефона не было, поэтому смогла позвонить только из дома. Ситуация произошла в микрорайоне «Мирный». Обувь женщина нашла у одного из домов, где, как предполагает Арина, и проживают хозяева собаки. Вот эта собака, скорее всего, хозяйская. Но с нами это впервые, поэтому около школы жители говорят, что много на детей нападает собак, что страшно. Не только детям страшно, страшно и взрослым. Ежедневно сотрудники службы по отлову выезжают на вызовы по 7-8 раз и привозят в приют от 2 до 5 собак. Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. По такому принципу, согласно федеральному законодательству, работает казенное учреждение. После чего некоторых забирают хозяева. Остальные отправляются в прежние места обитания. Понятно, что это животное уже, в принципе, не может доставить человеку каких-то проблем в части здоровья, потому что животное уже вакцинировано. Но агрессию свою проявлять он может не как агрессию, как животное, а именно из-за того, что это животное голодное. Естественно, на улице холодно, на улице мороз, и животное может просто подходить к человеку и просить, говорится, питания какого-то. Поэтому люди воспринимают это как какая-то неудиверная агрессия. Вопрос о том, как в дальнейшем решать судьбу четвероногих, выпущенных из приюта и, по сути, ненужных никому, не в первый раз поднимают общественники. У меня есть такое предложение к органам власти на нашей территории. Возможно, по закону о добровольчестве заключать договоры с людьми, которые захотели бы взять животное, отловленное, стерилизованное, из приюта, при условии какой-то хотя бы минимальной государственной поддержки на корма. Это все реально сделать. И человек, который взял по договору животное, он уже будет контролироваться, его ответственное содержание животное, он уже будет понимать, что он взял животное, он за него отвечает, он получает какую-то государственную поддержку. И тем самым мы избавимся от бездомных животных на улицах. Понятно, что полностью избавиться от безнадзорных собак на улицах населенных пунктов невозможно. Все зависит от человека. Если взял собаку, будь добр, выгуливай ее на поводке, а не отпускай на самовыгул. Ну и, само собой, стерилизуй. Стерилизация – это один из шансов со временем уменьшить количество безнадзорных животных, потому что безнадзорное животное, если оно не стерилизованное и оно находится на улице, то, естественно, последствия – это дальнейшее, как говорится, появление безнадзорных животных. Поэтому стерилизация – это то, что мы и делаем. Когда мы отлавливаем животное, мы обязательно стерилизуем. И выпуская в среду обитания, оно не стерилизовано, оно не выпускается. Несмотря на это, собак на улицах меньше не становится. В соцсетях среди населения то и дело возникают споры. Кто виноват и что делать с животными на самовыгуле. Александра Литкова, Антон Бодряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Девушки, 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 Девушки.